Привет! Это Ребуар! У Звёздного Капитана вышел новый ролик, называется «Каждые семь лет он восстаёт на один день, чтобы отведать человеченки». А так-то с Фуси из сериала «Грим». Если честно, я даже не помню такого персонажа в «Гриме». И вообще, когда я вижу, что кто-то через какое-то время восстаёт, чтобы какое-то время покушать человеченки, я сразу вспоминаю фильм «Джипперс Крипперс». Там чувак просыпался каждые 23 года на какое-то время, я не помню, 3 дня либо месяц, и убивал людей, и жрал их. А «Гриме» я такого пьеса вообще не могу вспомнить, хотя «Грима» я смотрел раза два так точно. Офигенный сериал, вообще его очень любил в своё время, жалко его закрыли, конечно. Хотелось бы продолжение, если честно. Так что давайте посмотрим ролик Звёздного Капитана. Он вообще какой-то очень короткий на самом деле. Обычно у него видосы минимум по 10 минут идут, здесь всего лишь 5. Никогда такого видоса у него короткого не видел. Погнали посмотрим. Надеюсь, вспомню, о каком персонаже идёт речь. В данном видео я расскажу вам про Атактос Фуси, которые были показаны в сериале «Грим». Итак, что же это за хрень? Вообще, чё-то не помню такую фигню. Хрень такая. Атактос Фуси или Атактос Фусе. Это один из видов существ, обсуждаемой вселенной, которые могут превращаться в людей и имеют общее название – Вессены. Это он чё, в «Грима» превратился? Во время смены облика, именуемое «Схлыниванием», Атактос Фуси становится похоже на огромных гуманоидных цикад. В таком виде они приобретают оранжево-желтоватый цвет тела и очень прочный хитиновый экзоскелет. А почему они пробивают именно горло? А чё, другое чуметь нельзя? Что интересно, такая оболочка полностью покрывает и одежду, если таковая в данный момент имеется. Ааа, я надеюсь, капитан нам скажет, в каком они сезоне появлялись. Ну вот я просто в упор не помню их. Не повреждая её, на голове появляется пара огромных насекомоподобных глаз, что логично, а пасть становится усеянной острыми клыками. Вот это уже странный момент, так как у настоящих цикад зубов вроде как нет. Какая мерзость. По крайней мере, я искал и не нашёл такой информации. Вместо них имеется хоботок, которым они поглощают нектари и древесные соки. Не видно хоботок. Ой, какая стрёмная фигня, ненавижу насекомых. На передних лапах у Атактос Фуси три длинных толстых пальца, а большой и вовсе противопоставлен остальным. Тут нет ничего удивительного. У многих Вессонов такое строение конечностей в порядке вещей. Пальцы в совокуп... Блин, там оказывается такая упорутая графика была, я когда смотрел, я также не замечал этого. В крупности с мощными лапами позволяют за считанные секунды рыть глубокие ямы. Капец. Китиновая оболочка очень прочная. Удар кулаком Атактос Фуси не почувствует. А вот у напавшего рука будет болеть долго. Ведь он, можно сказать, будет как будто бы бить по бетонной стене. Больно, наверное. О, Ву. А, ну это уже какие-то, наверное, последние сезоны, потому что Ву только, наверное, предпоследним, либо в последнем сезоне узнал, с чем они борются. Есть у нашего Вессона парочка крыльев. Но умеет ли он летать, сказать наверняка невозможно. Ведь в сериале он за подобным занятием замечен не был. Да, это так, чисто как плащик для красоты. Стоит еще отметить физическую силу Атактос Фуси. Она превосходит как обычную человеческую, так и многих других существ. Вкупе с молниеносными рефлексами это делает сегодняшних Вессонов одними из самых опасных в битве. Мерзость. Стоит им в одиночку противостоять сразу нескольким врагам. Помимо этого Атактос Фуси далеко и высоко прыгают, а также могут... А, вот теперь немножко видно, что они хотя бы на клыки похожи. ...прыгаться совершенно бесшумно. Удивительной особенностью наших цикад является бессмертие. Правда, они... Цикады бесшумно. Как это вообще сочетается? Потому что, когда цикады... Ну, вы знаете, думаю, как они, типа... Какие звуки издают противные и мерзкие. В полном смысле этого слова. Например, Уильям Стилман, показанный в шестом сезоне... Шестой, окей. ...мог прожить 189 лет. Фига себе. Связано это с образом жизни таких Вессонов. Раз в 7 лет они выбираются из-под земли на один день. За 24 часа они усиленно питают... Ну, тогда 189 лет, можно сказать, он не прожил, он прожил... Эээ... 70... Короче, плюс-минус 140 дней. Потому что все остальное время он спал. Ну, что это за жизнь? А потом находится височную жирную жертву... Взял женщину, обосрал. ...постует ее в свое логово, где проводит следующие 7 лет. Под землей Фуси находится в состоянии полуспячки. Подсоединившись к пойманной добыче, которую они медленно поглощают. Ужас. Также жертва покрывается восковой оболочкой, сохраняя пищу на долгое время. Когда Атактос чувствует голод, он впрыскивает в жертву немного желудочного сока, разжижающего небольшую часть внутренних органов, которые затем всасываются. Какая мерзость. Как только органы заканчиваются, в ход идут кости. В редких случаях пищи может не хватить на 7 лет. Я не помню вообще такого. И тогда Фусе придется выбраться раньше срока, опять на один день, и повторить весь процесс. А что он подольше не может погулять? Типа один день, ну скукота же, ну. Самое страшное, что первые несколько дней пойманный и закопанный вместе с монстром человек все еще жив. Капец, а как он будет жить-то под землей, он там задохнется. По процессу поедания заживо он испытывает невероятные страдания. Бедняга. В целом именно столь долгие периоды пребывания под землей в полуактивном состоянии и позволяют нашим сегодняшним созданиям быть технически бессмертными. Поведение и повадки у Атактос Фуси строго определенные. Они любят рыть норы и охотиться в одном и том же месте, не меняя город и тем более регион. У этих вессонов есть еще одно имя. Древнегреческая бестия Фестива. Что можно грубо перевести как тусовщик. Хреновый какой-то из него тусовщик, 7 лет спит, один день тусуется. Такое себе. Древности Атактос Фуси послужили вдохновением для создания греческого бога Диониса с его танцами, музыкой и пьянством. Ни черна себе, серьезно? Фуси, выбираясь из-под земли на 24 часа, пользуются этим временем по полной. Они без перерыва едят, бухают и тусуются, оправдывая свое имя. Неплохо так устроился, а? Ну всего лишь один день, мне кажется, очень скучно на самом деле. Ну там, я не знаю, ну на недельку ты взял и возьми, затусуйся. Ну камон, ну чувак, а? Налейте всем, кто готов сегодня радоваться жизни. Интересно, вот он проспал 7 лет. А где он деньги-то взял, чтобы всех угощать? Они крайне харизматичные существа, способные очаровать любую женщину или мужчину без особых усилий. При этом, если на горизонте маячит соперник, то атак-то с довольно ловкой и без лишнего шума от него избавится. Для устранения противника чаще всего используется длинный и мощный указательный палец, которым монстр пробивает горло своей жертвы. При этом Фуся обычно убивает не ради развлечения или спортивного азарта, а для устранения свидетелей и пропитания. Фу. Жестокая херня, а? Большим плюсом их 7-летней спячки является то, что оставленное ими общество меняется не сильно, что позволяет существам этого вида легко подстраиваться под текущее окружение. Несмотря на прочный хитиновый экзоскелет... Так, а когда мы его завалили? ...встреча с более сильным в физическом плане противником закончится для Фуся довольно плачевно. Правда, таких будет немного. Хрена себе бегемот! Ха-ха-ха-ха-ха! Это кто это? Я не помню этой серии! Ням-ням-ням! Это всё на сегодня. Атак-то с Фуся... Блин. Бля-бля-бля! Атак-то с Фуся прос... Первые три сезона, на самом деле, я уже не помню. Надо бы пересмотреть, сериал очень классный. Если вы его сами ещё не глядели, обязательно гляньте. Он уже законченный, давным-давно. Просто восхитительно. Сырал, один из моих любимых. Ролик получился хороший, лайкуйся я уже поставил. Если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.